Кому-то в Рождество приходит Санта, а вот исландской детворе приносит рождественские подарки 13 братьев, известных как Йольские парни. Сейчас они с трудом пробираются сквозь снега, чтобы вовремя выполнить свою миссию. «Подожди, кому-то же нужно остаться и поздравить людей. Мы должны сделать это». Сотни лет братья были проказниками. Один пугал овец, другой хлопал дверьми, остальные таскали у людей хлеб, молоко, сосиски и рождественскую выпечку. Но с 20 века Йольские парни ведут себя приличнее. Теперь в течение 13 дней перед Рождеством они кладут в детские башмачки подарки. Правда, непослушные могут найти уголёк или картофелину. Но ребятня надеется на лучшее. «Думаю, что найду в башмачке книжку. Думаю, у меня тоже будет книжка или открытка». У братьев есть ещё одна обязанность – читать письма, адресованные Санта-Клаусу. Рождественский дед заглядывает сюда редко, но в Исландии у него есть почтовое отделение и помощница. «Санта-Клаусу пишут очень многие. Правда, у нас в Исландии живут 13 йольских парней. Они не Санта, но рождественский дед – их дальний родственник. Поэтому мы с радостью помогаем ему и отвечаем на все письма». Йольские парни или Йолос-Вейнеры – это персонажи исландского фольклора. У учёных есть своя версия появления на свет братьев-проказников. «В старину многие люди жили на фермах. Им нужно было немного покоя, чтобы подготовиться к Рождеству. А рассказы о братьях стали одним из способов заставить детей вести себя нормально. И не бегать в горы, не проваливаться под лёд в озёрах и прочее». Некоторые маленькие исландцы до сих пор побаиваются йольских парней. Но подарков всё равно ждут. Братья начнут возвращаться к себе в пещеру один за другим сразу после Рождества. Последний уйдёт 6 января.